Здравствуйте! Вот я решил рассказать вам про стресс, а он уже у нас только что произошел. На самом деле самая стрессовая ситуация заключается в том, что я представляю креативный бизнес рекламное агентство, и при этом внезапно нам стукнула в голову идея, почему нам не разработать первое в мире, пожалуй, приложение для виртуальной реальности, которое борется со стрессом с помощью голоса. И об этом я бы хотел вам рассказать. Наверное, все мы сталкиваемся со стрессом, и вряд ли можно найти человека, который когда бы в своей жизни не испытывал жесточайшее стрессовое состояние. Это очень печально, потому что, как вы видите, 80% заболеваний связаны со стрессом. При этом стрессу, к сожалению, совершенно безразлично, сколько у вас денег в кармане, какой у вас материальный статус, он просто есть. И плохая новость, алкоголь совершенно не помогает. Так что нужно искать альтернативные способы борьбы со стрессом. Мой стресс выглядит достаточно типично. Приблизительно вот так, это две недели на подготовку съемок, с массовкой в 300 человек, с 50 килограммами грима и очень большим количеством факапов, без которых в съемке рекламы просто невозможно. Но зато мы можем получить вот такой результат. Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы запустить такую рекламную кампанию в Европе, необходимо порядка трех месяцев. От трех месяцев. Для того, чтобы сделать такую кампанию в Украине, нам потребовалось всего лишь три с половиной недели. Но бороться со стрессом нужно. И тут хотелось бы привести несколько интересных фактов. Если вы посмотрите внутрь себя, то вы вспомните, что после того, как вы хорошенько прокричались, поругались, внезапно наступает ощущение пустоты, освобождения, спокойствия, даже благости. И это естественная психологическая реакция, которую очень много изучал в 70-е годы американский психотерапевт и психиатр Артур Янов, который разработал терапию первичного крика. Янов начал изучение футбольных болельщиков и обнаружил, что когда эти люди, я думаю, в зале много болельщиков, кричат после матча, это добрейшие, милейшие люди. Ну, естественно, не всегда, но в основном. Так вот, причиной такого прекрасного состояния является крик, который позволяет нам совершить акт психологической разгрузки. В Израиле терапия криком применяется для того, чтобы помочь людям, которых просто вывозят в пустыню, они ходят по песку, они кричат и после этого чувствуют себя гораздо лучше. Поэтому, схватившись за несколько этих фактов, мы подумали, было бы очень хорошо сделать комнату звукоизолированную, с LED-экранами, типа таких, которые реагировали бы на крик, потому что в пустыню мы вряд ли уедем. Но первый прототип был оценен нами в 200 тысяч долларов, что совершенно неподъемно, так как наша идеология заключалась в том, чтобы обеспечить такой комнатой и таким устройством практически каждую семью или каждый офис, мы поняли, что нужно искать другой путь, и мы его нашли в виртуальной реальности. Почему? Потому что для виртуальной реальности нужен всего лишь шлем и программное обеспечение, и не нужны LED-экраны, не нужны дорогие приспособления, а достаточно всего лишь вашего воображения. И вот как это сработало. And then we have given them a new experience. Usage of virtual reality revolutionarily changes the classic approach, making it instantly applicable, simple and easy to use. Voxbox technology creates 32 fields around the person, and each of them is screen sensitive. We've used electrocardiography equipment, which allowed us to measure the stress level of patients before using Voxbox and right after the session. So basically, when we are measuring your ECG, we are measuring the activity of your nervous system, and also we are measuring your stress level. Results showed that Voxbox usually decreased stress levels, and patients felt much better after its use. Certainly, we cannot avoid stress in our life, but we have a new technology, which can help us to overcome it. And the perspective of this device is there. Virtual reality is now used in many areas, and especially in the perspective of the psychotherapy. Voxbox. Stress-fighting virtual reality application. The device works very simple. The person wears a helmet, we form a beautiful and pleasant space, like a beach, and suddenly this space is filled with a dark dark, a very dangerous dark dark. What does the person do? The person starts to cry, leading our team, and this dark is reacting to a scream. So, the person, who is calling on 360 degrees in the course of the day, in two, three, five minutes, automatically избавляется from stress, which is in the case of the stress, which is in the case of the darkness. This works incredibly productive. Even the first experiments showed that half of the patients demonstrated that we have to develop a stress minimum of 10%. And it's already clinically tested. What is next? We plan to develop this technology for the treatment of CRIC in case of SOLDAT and PTSD-syncroman, which is evident. Then we plan to use this for children, which is also a game technology and a possibility of testing. In addition, we plan to develop Voxbox for professionals in the case of kit, for psychotherapists, who can, to be able to model the patient's needs, to be able to model the patient's needs, which is a way of affecting the patient's needs, and the way of preventing him from the stress. This is a great development of virtual reality, which is made by those people who do not work in virtual reality or in medicine. Thank you. Субтитры подогнал «Симон»